Всем привет! Меня зовут Юлия Ёрченко. Смотрите афишу на Белмус ТВ и узнаете обо всех интересных событиях и мероприятиях. В кинотеатрах на этой неделе стартует «Робинзон» и «Девять пятниц». Скажу сразу, фильм необычный. Это совместный грузинско-белорусский проект, приключенческая комедия, в которой засветились не только популярные актеры, но и звезды шоу-бизнеса. Например, увидите Ираклий Перцхалава, солистку группы О-студио Кэти Топурия и телеведущую Люци Лущик. А еще узнаете, как заполучить ключи от счастья и оказаться на необитаемом острове. В общем, не пропустите. Слушай, я удивляюсь, почему ему так не везет? Как тебе, ты вы, да? Не везучий, да? Как не везучий, как не везучий. Вот, возьми этот ключ. Шестого марта певец Герман приглашает на свой большой сольный концерт. Программа называется «Женщина». Таким образом, артист напоминает, что через два дня наступит восьмое марта. В качестве подарка певец обещает много хорошей музыки, будут песни, которые вы точно слышали на разных радиостанциях, плюс кавер-версии известных хитов и обязательно несколько премьер. Еще Герман поделился, что пригласил звездных гостей. Точно приедет Аня Шаркунова, а вот кто еще сказал, придете, узнаете. О своих ближайших планах и о новом гастрольном туре нам расскажет певица Алена Ланская. Привет, Алена! Привет! Первое, наверное, что нужно сказать, что отправляешься ты в гастрольный тур не одна, а в компании Анастасии Тихановичей. Вот как так получилось? Ну, дело в том, что с Настей мы дружим уже достаточно давно, и мы познакомились вообще 10 лет назад, а очень близко стали дружить, когда я ездила на Евровидение, так как Анастасия является, в принципе, экспертом в этой сфере, в Евровидении. И как-то так получилось, что мы стали ближе и ближе общаться, и понимаем сейчас, что мы совершенно разные, но при этом у нас много точек соприкосновений, и нам есть о чем поделиться. Скажи, а чего больше будет? Это отдельно твои песни, отдельно Настиной песни, или готовили какую-то специальную программу, и много будет дуэтных композиций? Мы готовились к этой программе, поверьте, долго, и мы искали совместные композиции, и как раз таки концерт начинается с песни о друге. Такая тема, наверное, сейчас немного подзабытая, да, потому что как-то вот больше существует сейчас поверхностных песен, неглубоких совершенно, но это все-таки песня о дружбе, и люди, которые проживши уже жизнь, понимают, что один в поле не воин, если у тебя нет друзей, то ты зря живешь в этом мире. Концертная программа также состоит из моих песен, в том числе и Анастасии, и заканчиваем мы тоже дуэтом. Слушай, ну когда две красивые девушки, тем более состоявшиеся артистки, начинают делать что-то вместе, наверняка точки зрения не совпадают. Часто ли приходилось находить какие-то компромиссы, ссориться, может быть, даже? Ну, дело в том, что изначально нужно понимать, на что ты идешь, и, конечно же, понимать, что, возможно, будут какие-то нюансы. Наверное, мы уже в той стадии, когда на какие-то мелочи мы не обращаем внимания и правильно расставляем приоритеты, что нам необходимо. Нам очень важен проект, поэтому, конечно же, на какие-то вещи мы закрываем глаза и стараемся договориться. Но это в основном исключительно только профессиональные вопросы. Как долго вы планируете быть в туре, и известно ли уже дата Минского концерта? Планируем посвятить этому проекту целый год, и, конечно же, теперь уже подумали о том, что нужно делать большой концерт в Минске, потому что то, что мы сделали, это должны увидеть все. Алена, я желаю тебе удачных гастролей, друзья, следите за новостями и обязательно приходите на совместный концерт Алены Ланской и Анастасии Тихонович. Вместе с теплой погодой в Минске появятся британцы «Хёртс». Пока журналисты, как обычно, обсуждают личную жизнь музыкантов, они переезжают из одного города в другой в поддержку своего альбома. А что касается личного, Адам, например, так шифруется, что даже британские папарацци не могут его подловить. А вот Тео, конечно, дает поклонницам повод понервничать. Но его статус по-прежнему остается свободен, а голос звучит все так же романтично. И я желаю, желаю, что я тебе сказал, что я сейчас понял. И я желаю, желаю, что я тебе сказал, что ты все рядом. 22 апреля в Минск-Арену на большой весенний концерт слетятся Николай Басков, Таисия Павали, Наргиз Закирова, Юлия Савичева, Денис Клявер и итальянец Александр Софина. Артисты которых вы прекрасно знаете, а их песни слышите каждый день из радиоприемника или другого бытового прибора. Кроме известных и проверенных на прочность хитов, организаторы обещают нам уникальное световое оформление и качественный звук. Что, согласитесь, немаловажно на таком масштабном мероприятии. О билетах лучше позаботиться заранее. До 8 марта сможете купить их в два раза дешевле. Ты моя нежность, ты мое небо, за тобой встану, где бы ты ни был. Ты мое сердце, ты мое чудо. А ты будь нежна и с тобой. И, как обычно, расскажу о мероприятиях, где за вход платить не нужно. Разобрать шкаф, выкинуть старую одежду, сменить имидж. Такие мысли приходят в голову практически каждой девушке, особенно весной. Прежде чем приступать к кардинальному решению вопроса, загляните на фестиваль «Белорусский стыль». Организаторы решили собрать на одной площадке всех, кто умеет делать красивую одежду и аксессуары, моделей, фотографов, блогеров. Фишка мероприятия в том, что практически каждый, кому есть что показать, конечно, может на месте организовать дефиле и презентовать свою коллекцию. А нам, зрителям, достанется несколько модных идей и весенних образов. Кстати, недавно прошел показ белорусского дизайнера Наташи Цуран. Наша съемочная группа побывала и там. Продолжение следует... Если жанр фэнтези относится к вашим любимым, обязательно загляните на выставку художника Алексея Волынца. В его картинах найдете идеи развития робототехники, космических путешествий, киберпанка. А если захотите пообщаться с автором лично, тогда приходите в день открытия 3 марта. Алексей будет презентовать свои работы и делиться опытом. Бизнес-идеи ищите на воркшопе «Экологичность брендинги». Организаторы будут раскрывать секреты, фишки и лайфхаки. А главное, подскажут, с чего начинается креатив и откуда берутся эти самые идеи. Вместе со спикерами и экспертами разберете экологичную торговую марку, а потом все дружно сможете попить чай с такими же экологичными десертами. Вход бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому нужна предварительная регистрация. А прямо сейчас вместе с журналистом Инной Полихович будем листать свежий выпуск телегид-антенны. И на что нового интересного будем читать на этой неделе в антенне? Я знаю, вы встретились с Верой Брежневой, и как обычно не просто так, а этому есть весомый повод. 3 марта мы сможем посмотреть фильм «8 лучших свиданий». Это комедия, и одну из главных ролей сыграла как раз таки Вера Брежнева. Что про свидания она рассказывала? Ну, про свидания она советы не раздавала, скажу честно. Зато рассказывала, что делать, когда ты уже на свидание отходил, отношения продолжаются, и как эти отношения сохранить. Вообще, оказывается, Вера сама любит с любимым уехать куда-нибудь, причем без детей, без бабушек, без дедушек, без каких-то друзей, знакомых, и устроить такой второй днедовый месяц. Главное, чтобы никто не мешал. Потому что, ну, как она сама рассуждает, утром встали, пошли на работу, вечером увиделись. Ну, когда еще пообщаться? Ведь времени даже и нет. А вот такие вот романтические поездки как-то позволяют быть все время вместе. Ну, вот знаешь, глядя на Веру Брежневу, ей, конечно, хочется верить. После того, как ее брак с Константином Меладзе уже перестал быть каким-то большим секретом, всех, конечно же, интересует ее личная жизнь, и что происходит, так скажем, за кадром. Чем делилась, какие тайны раскрывала? Ой, у Веры все хорошо, можно сказать совершенно точно. Подробности уже, наверное, прочитаете в материале. И Вера вот все-таки призналась, как же она так потрясающе выглядит, потому что выглядит она неимоверно. Вот это вот многим девушкам интересно. Да, да, да. А секрет, в общем-то, абсолютно простой. Вера постоянно что-то с собой делает. Ну, то есть она не расслабляется, и даже если у нее совершенно нет никакого времени, она продолжает за собой ухаживать. Вера даже привела пример, что сколько богатых женщин она знает, которые имеют море возможностей, чтобы отлично выглядеть, но этими возможностями не пользуются. И огромное количество студентов, которые классно выглядят, не имея совершенно никаких на это средств. Поэтому вот Вера, наверное, относится ко второму типу, хоть и денег у нее много. В общем, секрет в том, что на самом деле секрета никакого нет. Еще своей личной жизнью похвасталась Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ» на ТНТ Интернешнл. Я знаю у нее новый роман. Да, ну как новый? Длится роман уже два месяца. Правда, об этом Настасья призналась только недавно. А избранником ее стал, внимание, участник Белоруссии на Евровидении Александр Иванов. Причем у них довольно большая разница в возрасте. Ей 29, а ему 21. На 7 лет. Да, но их это абсолютно не смущает, и как сама Настасья признается, любят, но вообще помоложе парней. Поэтому, да, и не делают из этого никакого секрета. А что известно, нам же всегда интересны подробности, где познакомились, где проводят время, дарят ли цветы. А говорят, что познакомились они в интернете. Вот представь себе, казалось бы, да? Ну это неожиданно. Звезды там тоже знакомятся, да. И, ну, я думаю, что на свиданиях у них тоже все замечательно, и конфеты, и букеты. Ну и самый главный жених России, как сейчас его принято называть, Данила Козловский. Нет, друзья, похвастался они новой подружкой, а новой ролью. Где снимается, в каком фильме? А Данила снимется в фильме о писателе Сергея Довлатове. Но вот в чем дело, пока скрывается, какую же роль он сыграет. Не исключено, кстати, что главную. Но это все пока большая тайна. Зато в этом фильме может сняться Иван Ургант. И, кажется, тоже в главной роли. Поэтому сейчас большая интрига, кто же сыграет эту роль. И вот у нас такое прям противостояние Козловского и Урганта. В общем, российские продюсеры, как настоящие профессионалы, до последнего будут держать интригу и привлекать наше внимание к фильму. Ну, чтобы мы потом обязательно сами сходили в кино и посмотрели. Кстати, может быть, в следующем году мы еще будем смотреть в кино и «Спасатели Малибу». Но вот неизвестно, спамела ли Андерсон в главной роли. Да, для тех, кто не помнит. Был, наверное, в 90-е годы такой сериал «Спасатели Малибу». Девушки в красных купальниках бегали по береговой линии. Накаченные мужчины. Все это было очень красиво. И просто не могли люди отлипнуть от экранов, чтобы не могли насмотреться на все это. Так вот, снимут ремейк. Ну, как ремейк. Это будет не сериал. Это будет полноценная лента. И снимется там, правда, скорее всего, не помыла Андерсон. А модель помоложим. Причем снимутся не просто модели, но и супермодели, и даже мисс Мира. Поэтому, да, кино должно быть красивым во всех смыслах. Ну что, как это будет, мы увидим не очень скоро. Ну, а вот газету «Антенна» вы можете прочитать уже на этой неделе. И продолжайте смотреть Белмос ТВ. Обо всех событиях и мероприятиях вы также сможете прочитать на портале Афиш Тотбай. Обязательно следите за нами в социальных сетях. А у меня на этом все. И нескучной вам недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok